Добрый день, с вами Инна, компания мой Мерсин. Мы с вами сегодня находимся в районе Агденис, будем смотреть с вами квартиру 3 плюс 1 в новом доме. Возраст здания буквально 5 лет и наш продавец купил его одним из первых. То есть, как вы понимаете, квартира подходит и под ВНЖ и под гражданство. Комплекс состоит из одного блока, 12 этажей, наша квартира находится на 12 этаже. Сите закрытое, охраняемое. В Сите у нас имеется свой бассейн, беседка и зона парковки. До моря буквально 800 метров. Ну а теперь предлагаю перейти и посмотреть саму квартиру. Итак, мы с вами поднялись на этаж уже в квартире. Посмотрите, какая просторная прихожая нас с вами встречает. Светлая, просторная, все чистенько, аккуратненько. И заметьте, что здесь есть кнопка вызова лифта. То есть, с квартиры вы можете вызвать себе лифт. Ну и видеодомофон тоже имеется. Далее, сразу при входе вот такой вот шкаф. Это не шкаф вести, а своеобразная гардеробная. Вот такая вот гардеробная. Довольно вместительная гардеробная. Не обращайте внимания на вещи. Сразу скажу, что в доме живет один мужчина, поэтому тут немножко бардак будет. Но вы на это не обращайте внимания. Переходим с вами в коридор. И первое помещение это у нас гостевой санузел. Сейчас тут. Здесь у нас а-ля турка и за дверью прячется мойка с шкафчиком. Далее, следующее помещение. Это уже у нас основной санузел. Здесь санузел попросторнее. Хорошая душевая кабина. Очень просторная. Далее, обратите внимание на этот шкаф. Какой-то уже большой шкаф под мойкой. Большая мойка. Сверху зеркало и за дверью у нас прячется унитаз. Санузла мы с вами переходим в первую спальню. Это уже у нас родительская спальня. Хорошая, просторная спальня. Одна стена с обоями. Два небольших окошка. И имеется выход на балкон. На полу ламинат. Посмотрите, в спальне, по сути, вся мебель, то, что необходимо, стоит. Но и тем не менее, очень много свободного пространства остается. В спальне имеется своя гардеробная. Здесь. И это даже не гардеробная, а как постирочная. Так как возле пожарного выхода у нас прячется стиральная машинка. Сверху тоже шкафчики. Все необходимое здесь есть. Далее, родительский санузел. Тоже душевая кабина, инсталляция. И за дверью у нас опять же прячется мойка со шкафчиком. То есть, это у нас уже третий санузел в этой квартире. И давайте теперь перейдем с вами на технический балкон. Здесь такой небольшой технический балкончик, где прячется у нас газовый котел. Вот такой вот двухконтурный газовый котел имеется. И, естественно, выводы под кондиционер. За окном у нас горы, сады, дома, район Акденис. Очень красивые виды, кстати, с этого балкона. Вторая спальня. Детская спальня, скорее всего. Считается также на полу ламинат. Имеется вот такое вот джам-остекление. За окном у нас на сегодняшний день, к сожалению или к счастью, это стройки. Но эти стройки довольно быстро закончатся. Как вы знаете, что в Турции очень быстро строится. И этот шум весь ненадолго. Вот такая вот детская комната. И что могу сказать, она довольно просторная. Также здесь и кровать стоит метр двадцать. Далее шкаф установлен. И еще много места. Можно будет. На одного ребенка очень даже хорошая комната. За дверью прячется радиатор. Переходим с вами в следующую спальню. Это уже третья спальня. Такая же квадратура, как в той спальне. Здесь единственное, кровать уже стоит побольше. И с этой стороны небольшой комод. И, как вы видите, также пространство есть, где перемещаться, где ходить. То есть, также для одного ребенка вполне, я думаю, места хватит. Здесь уже не джам-остегление у нас, а обычное двухсотчатое окно. И теперь переходим с вами в зону гостиной. Мы вернулись в прихожую. Хочу показать вам эти плитки, которые в коридоре лежат. Посмотрите, какие они красивые. Такие большие пластины. Светлая плитка. Мне очень понравилась плитка. Коридор, прихожая, все обклеено обоями. И хочу еще обратить внимание на эти двери. Ваше внимание. Очень массивные двери, межкомнатные. Очень такие видно, что качественные массивные двери. И обременение тоже наличка. Серый такой, светло-серый цвет. В сочетании с белыми дверями. По моему мнению, очень даже грамотно смотрится. Ну а теперь давайте зайдем в гостиную. Мы с вами зашли в гостиную. Теперь, кстати, с гостиной мы будем потом переходить с вами на кухню. А сейчас давайте посмотрим саму гостиную. Гостиная здесь отдельная, просторная. Я думаю, вам видно по дивану, что здесь много места. Очень большой угловой диван. Очень красивый, кстати. Несмотря на то, что он светлый, очень хорошо сочетается. Еще здесь есть куча места. То есть гостиная довольно просторная. Имеется панорамное окно с небольшим французским балкончиком. И с видами на район Ак-Денис и на море. Да, отсюда имеется вид на море. И я думаю, оно не перекроется. По крайней мере, надеюсь на это. Вот. А теперь давайте перейдем с вами на кухню. На кухне такая же плитка, как и в прихожей, в коридоре. Мне очень нравится плитка, такая глянцевая. Мы с вами зашли на кухню. Кухонный гарнитур выполнен Г-образной формы. Как и межкомнатные двери, фасады комбинированные серые с белыми. Очень грамотно, очень красиво смотрится. Кухонный гарнитур в отличном состоянии, я бы сказала. Акриловая столешница, фасады, крашеные МДФ. Все есть. Фартук в цвет пола. Очень красиво. Дальше есть также окно над мойкой. Также с видом на район. Далее на кухне, с кухни, вернее, имеется выход на балкон. Но балкон в данном случае он присоединен к квартире. Есть вот такое вот ограждение, которое вы можете... Он ее, видимо, открыл. Которое вы можете перезакрыть полностью кухню и отделиться при желании. Ну, с этой стороны теперь давайте зайдем, посмотрим. Сюда можно будет спокойно разместить столовую зону, убрать этот второй холодильник, убрать диван. И можно будет спокойно расставить стол и шесть стульев. Радиатор здесь имеется. Джамм остекления, который, как вы знаете, собирается все в одну кучу. И у вас будет ощущение открытого балкона. С этого балкона также имеется вид на море. Итак, мы с вами просмотрели квартиру 3 плюс 1 в районе Агденис. И давайте немного подведем итоги. Что хочу сказать. Квартира мне очень понравилась. Она, видно, что она новая. И что крайне редко попадается. То, что дом новый, буквально ему вот-вот 5 лет исполнилось. И хозяин им владеет 5 лет. То есть, то, что она сейчас подходит под ВНЖ, это, конечно, очень удачно совпало, так сказать. Квартире особо ремонт не требуется. Как я и показывала на видео, двери, фасады, шкафы. Все в идеальном состоянии. Обои везде. Все очень хорошо приклеено. Все хорошо. Единственное, что бы я сделала, естественно, как хозяин заберет все свои вещи с этой квартиры. Конечно же, будет видно, что стены, где покраска, они местами будут или поцарапанные, или же грязные. Поэтому единственное, что бы я здесь сделала, это, конечно, покрасила бы стены и все. В остальном, все в идеальном состоянии, еще раз говорю. Очень хорошая квартира, мне очень понравилась. Так что, если вас тоже заинтересовала данная квартира, пишите нам по указанным номерам. Всем с удовольствием ответим. Всем спасибо и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok